А это, конечно же, эпизод финала. Это радость, это полное вселенское счастье, это безудержная кадриль, это то, что ожидает нас в финале. Загадочно, интересно, бесспорно да. С первых слов автора сценария Александра Федосова сложно понять, о чем идет речь. Но согласитесь, если сейчас раскрыть все тайны, то интриги не будет. Скажем одно. Фильм «Уральская кадриль» стопроцентно художественный, игровой, короткометражный. Снимаются как полевчане без сценического мастерства, так и профессиональные актеры. А дальше о картине скажет ее главный идейный вдохновитель. Дело происходит в замечательной кладовке, кладовке, как принято говорить, среди местных жителей. Там, где, несомненно, зарыт клад. И сюжет фильма очень простой. В деревне пропадает вода. И деревенские жители решают, как же решить эту самую проблему. На балансе сельского совета находится единственная ценная вещь. Удивительная малахитовая шкатулка, о которой по преданию писал сам Павел Петрович Бажов. И вот, собственно, дилемма простая. Продать шкатулку и выкопать скважину. Казалось бы, что проще. И вот жители деревни с максимальным азартом, с максимальным погружением в ситуацию решают эту проблему. Как вот они ее решат, ну, не будем все раскрывать. Обязательно зритель узнает, посмотрит и выбор их оценит. Актерский состав, как всегда, любопытный. В фильме будут задействованы два заслуженных артиста Екатеринбургского театра драмы. К слову, они согласились сняться в картине совершенно бесплатно. Уж очень им сценарий понравился. Что же касается местных жителей, то здесь собран букет ярких личностей. От сотрудников газеты «Рабочая правда» до заведующей городским архивом. Прочитав этот сценарий, то есть ты понимаешь, что это какая-то деревенская сцена из деревенской жизни. Но вместе с тем здесь есть, как знаете, в пьесах у Чехова, то есть подводный камень. То есть есть какая-то вторая канва, есть какой-то тайный смысл. И вот опять говоря там Божовым, да, о тайнах Божова и вообще тайных сказок. Вот здесь я увидела для себя, вот и сегодня еще раз убедилась в этом, что есть действительно тайный смысл. Есть второе предназначение, не просто это лобочная картинка, а это действительно говорит о большем. То есть это призывает к людям подумать об их жизни. Для председателя городского совета ветеранов, в прошлом директора Дворца культуры Раисы Бабковой, воплотить в жизнь идеи автора труда не составила. Артистизм у нее в крови. Я думаю, что у нас все получится. Роль, правда, у меня несколько иная. Ну, лидер общественного мнения я так и осталась, но здесь немножечко характер другой. Поэтому я постараюсь выразить характер этой героини так, как задумано в сценарии. Владимир Ушаков неподнаслышке знает, что такое снятся в фильме. Он уже перевоплощался в заграничного предпринимателя в картине «Первый город на Чусовой». В этот раз будет играть антиквара. Уже на первой читке сценария Владимир Витальевич пришел с выученным текстом и предлагал свои варианты, как он видит образ. Если он мне прошептал, я тут же уже перестраиваюсь. Здесь же я приехал, в смысле, как бы, ну, чисто по каким-то делам своим. А здесь у меня вот уже, ну, как бы, как наезд и все прочее. У меня просто на бумаге изложен сценарий, да, а всего я не знаю. И когда уже сценаристы начинают объяснять, где, допустим, сделать интонацию, где, допустим, мимика, где там что-то еще. Поэтому это очень важно и понятно становится. Потому что я, допустим, по-другому прочитал сценарий, к примеру, а здесь нужно удаление на другое сделать. Начало съемок планируется в конце мая. Специфический самобытный дом под стать сценарному нашли в коллективном саду Малахит у полевчанина Олега Накалюшкина. Премьера фильма «Уральская кадриль» состоится в июле. И если не помешают ковидные ограничения, то эту картину тоже ждет большой успех. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.